Дорогие братья и сестры, владимирцы! Сегодня мы поговорим о богоподобии. Человек был создан по образу и подобию Божию, получил как бы задаток Святого Духа, искру, и должен был вырасти в мужа совершенно. Но произошло грехопадение, люди потеряли рай и были обречены на земную жизнь в скорбях и страданиях. Господь пообещал им спасение, что семя жены сотрет главу змея, что будет послан тот, кто спасет все человечество. Мы знаем, что Господь наш Иисус Христос, возрождая человечество, три года совершал общественное служение, набрал 12 учеников. Образ церкви, что церковь – это общество верующих людей, объединенных Святым Духом и Таинствами. Учредил все таинства церковные и, беседуя с учениками, очищал их от всякой нечистоты нравственной. И так, что в Великий Четверг сказал им, теперь вы все чисты через слово, которое я вам говорил. Поэтому церковь и призывает ежедневно читать Священное Писание, где написаны слова самого Господа нашего Иисуса Христа. И верующий человек, он понимает, что через чтение этих слов Спасителя происходит очищение души. Ведь мы хотим приобрести богоподобие сразу, что все возвратилось, и мы стали как наши духовные лидеры, старцы. Но этого не произойдет, пока человек не достигнет бесстрастия. Благодать Божия ничего общего не имеет с грешниками. И мы, совершая грехи, низконравственные поступки, оскверняем не только душу, но и тело свое. И поэтому, когда приходили в монастыри послушники для того, чтобы спасаться, достигать этого богоподобия, они оставляли за стенами монастыря все телесные, физические грехи. И потом начиналась уже невидимая, мысленная брань, когда человек искоренял все страсти. И эти страсти под действием молитвы, призывания, особенно правила и призывания имени Божия, эти страсти высыхали, исцелялись. Они, конечно, удобно возвращаются, если человек опять начинает грешить. Но если человек ведет правильную духовную жизнь под духовным руководством, когда старцы ему подсказывают, читают духовно-нравственную литературу, святоотеческие творения, то он постепенно очищается от всех грехов. И когда-то в урочный час благодать Божия сходит на этого человека, происходит боговселение. Это называется в Евангелии благодать на благодать. И тогда человек достигает богоподобия. И ему открывается и прошлое, и настоящее, и будущее. Для этого человека не существует пространства и времени. И мы множество знаем чудес. Например, на Афоне, когда старцы достигали такого состояния, что их одновременно видели во всех монастырях афонских, что они приходящим людям открывали их греховные дела и поступки, что они могли предсказать человеку будущее. Это было пророческое служение, что мы видим и у древних пророков, и сам Господь наш Иисус Христос знал, что находится в каждом человеке. Его душу, его мысли, его поступки. И знал будущее этого человека. Богоподобие достигает тот человек, который живет, сохраняет себя в чистоте и целомудрии, который старается жить добродетельной жизнью. И самое главное, что происходит, когда человек получил благодать Святого Духа, это познается по любви к окружающим людям. У такого человека нет врагов. Он всех любит, за всех молится, всем благодетельствует. И поэтому многие люди, видя этот божественный свет в лице этого человека, понимают, что человек достиг богоподобия. И хотя мы священникам называем преподобными, преосвященными людьми, но это по их должности. Те, кто достигают богоподобия, они по своей сущности становятся людьми богоподобными. Но об этом должны говорить их дела. Потому что, как сказал Господь, по плодам узнается человек. Конечно, мы имеем два пути в своей христианской жизни. Это может быть семейная жизнь или монашество. Но цель жизни одна – достижение Царства Небесного. И поэтому мы должны соответственно себя вести и в монастыре, и в семье. Семья – это малая церковь, и поэтому она тоже спасает человека. Женщина спасается чедородием. Мужчина должен быть главным молитвенником в семье. Чаще посещать храм, приучать детей к таинству, к благочестивой жизни, к чтению духовной спасительной литературы. И в монастыре, если человек пришел в монастырь, но он не исполняет монастырский устав, он не ходит на послушение, ленится, старается жить за счет окружающей братьи, то, конечно, он может ничего не получить в монастыре. В монастыре все служит ко спасению. И стены монастыря, и храмы, и монастырский устав, службы постоянные. И, конечно, еще должно быть домашнее, келейное правило, когда мы молимся почетком, признаваем имя Господа, творим поклоны, соблюдаем по уставу монастыря пост в урочное время, то тогда, конечно, человек очень быстро растет, и духовно опытные люди еще в монастыре молятся за него, чтобы его путь к Богу был успешным. Поэтому в монастыре человек быстрее достигает богоподобия. Мы считаем житие преподобного Макария Великого, когда он подумал, что он достиг высоты в духовной жизни, то Господь показал ему пример на двух женщинах, которые были за двумя братьями, и вот что они никогда не ругались, никогда не ссорились, всегда молились, все у них было мирно, а там, где мир, там и благодать Божия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok